Добрый день, дорогие друзья! Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, на канал, конечно же, прекрасного главреда, а также астролога Влада Роса. Ну и сегодня мы поговорим о сентябре месяце. Итак, мы подходим к первому осеннему месяцу, который завершает сезон. День осеннего равнодетства уже скоро близко. На самом деле, так сместился теперь уже календарь и в связи с потеплением, потому что, наверное, осень начинается только теперь после осеннего равнодетствия и, наверное, настоящая осень наступит после 23 сентября. Поэтому практически почти летний месяц. В любом случае, он будет предлагать нам ощутить разные энергии планет, которые могут и тормозить наше начинание или, наоборот, выступать попутным ветром для всех наших новых идей. Итак, первое, что радует, что именно в этом месяце наконец-таки Меркурий перестанет быть ретроградным. Он начнет набирать скорость не сразу, постепенно. Ну и где-то он выходит из педли только 12 сентября. Поэтому раскачка, работа, детей в школу может проходить до 12 сентября. И кто еще остается в отпусках, могут даже сильно не стремиться, что быстро, раз-раз и в дамке. То есть нужно дождаться 12 сентября, а дальше уже будет набирать Меркурий скорость и выйдет из педли. Меркурий в прямом движении в сентябре начинает сдвигать с места то, все, что тормозилось. А я даже по себе смотрю, там и бумажные какие-то дела, ситуации с банками, трудности переводов. Да, все очень сложно. Ну, например, у меня очень много людей, которые вроде бы почти уже заказали на тайную карту. Это, дорогие друзья, необходимо делать. Или годовой соляр. И вдруг что-то им мешает, и они переносят все это, наверное, на сентябрь месяц. А может, начитались меня и говорят, ну, не надо вот на ретроградном Меркурии что-то заказывать. А вот в сентябре уже можно все заказывать, да, дорогие друзья. С 9 по 26 число Меркурий идти уже будет по своему родному, значит, знаку зодиака. Делы, да, вот это увеличивает потребность наведения порядка, спокойствия, вообще работоспособность резко повысится. Скорее всего, вам захочется, значит, какой-то структуры. Вы будете видеть, значит, четко свои планы, прежде чем вы можете к ним приступить. Очень такая хорошая, конкретная ситуация. Все, что вы, значит, финансовые отчеты, четкости, понять бухгалтера, это лучшее время, да, действительно, когда Меркурий в знаке Дева, особенно после 12-го числа. И это нужно и необходимо сделать, если вы хотите поменять там бухгалтера, да, навести порядок в бумагах, в каких-то, в каком-то завещании что-то, да, какие-то документации. И прекрасно это делать на Меркурии в Деве. С другой стороны, мутабельный Меркурий, в конечном итоге, столкнется с напряжением от двух гигантов Юпитера и Сатурна примерно в середине месяца. Ну, а там еще у нас ждет лунное затмение, поэтому, да, вроде с одной стороны прекрасное расположение Меркурия, а с другой стороны побочные эффекты влияния других планет тоже могут оказывать на него влияние. Для кого-то это будет более болезненно, да, особенно для мутабельных знаков зодиака, для которых вот это лунное затмение будет сильнейшим образом в середине месяца влиять. Это Девы, Близнецы, Стрельцы, вот, и кто у нас еще там, рыба, да, вот эти четыре знака зодиака наиболее болезненные, да, могут иметь эту ситуацию. Ну, есть надежда, что правильные решения все же будут найдены, да, всякие Меркурия в 20-х числах месяца станет в парус, в парус есть такая гармоничная конфигурация с участием высших планет. Ну, и там, в любом случае, вас будут выносить по большим волнам и самых затруднительных и трудных ситуациям. Отдельно хочется отметить, что сентябрь 24-го года это кармический период года, когда начинается очередной сезон затмений. И поэтому те события, которые будут у вас происходить лично, да, во многом имеют кармический характер и подтекст. Да, поэтому хорошо заказывать еще и кармический гороскоп у меня, ссылочка под описанием этого видео. Влад Роском, Юлия, по вайберу, по лосапу всегда можно со мной связаться. Например, тем более предыдущей жизни, где жили, и что вам необходимо изменить в данной жизни инкарнации. С другой стороны, повозрастая в середине месяца фатальность на то, что происходит вблизи, затмение может повлиять уже, как бы, следствия тех посудков, которые у вас происходили в прежнем. 18 сентября первое затмение сезона, частное лунное затмение в 26-м градусе рыб. С одной стороны, это, значит, женщина, которая отрубает голову спящему воину. Есть такая картинка, да, поэтому лишиться головы может в этом месяце какой-то правитель одной из могущественных стран. Ну, удивитесь, если, например, отрубят голову двойнику Владимира Путина, да. А вот новую уже могут не найти, понимаете, вообще. Вот. Также нас ожидает уже потом, в октябре, в начале, кольцевое солнечное затмение в 11-м градусе весов. Да, интересный градус, значит, связан с тем, с хитростью, коварством. Да, ну, и в 11-м градусе весов асцендента Евгения Тимошенко, как проекта. Да, мы будем смотреть за ней, наблюдать, что с ней происходило. Или, например, у Бориса Джонсона, тоже в этом градусе, да, дорогие друзья. И так, у нас 1-го сентября Уран становится ретроградным. Это говорит о том, что, действительно, многие планы реформы могут тормозиться в этом месяце. Но, в любом случае, каким-то образом они будут переначиваться. Плутон возвращается в знак призрака 2-го сентября. Поэтому он будет набирать мощь те структуры, которые связаны с такими странами, как Китай, Иран, Северная Корея, например, Венесуэла. Все вот эти тоталитарные страны, структуры, они вот могут набирать мощь вокруг себя и объединяться. Да, не случайно сейчас американцы хотят вести атомную войну сразу, вновременно, против этих трех-четырех стран. 3-го числа у нас Новолуния. То есть 3-го сентября загадывайте желания. Что, когда, какие проекты хотите совершить в этом месяце. 4-го сентября ослабляется Марс, переходит в зодиакальный знак Рака. А это очень большие перемены на фронте. И если, например, Марс в Близнецах способствовал словесно к борьбе на военном фронте, то Марс в зодиакальном знаке Рака, то есть информация, борьба в информационном потоке Близнецов, переходит в стадию защиты. Вот, защиты своего Отечества. И я могу сказать, что после 4-го сентября будут очень удивительные результаты у нас в Крыму. Наша команда наших воинов, ЗСУ, будет действительно делать какие-то неимоверные подвиги после того, как планета войны Марс приходит в знак защиты Родины, в зодиакальный знак Рака. А также у нас полнолуние, частное лунное затмение в 5.34, значит, об этом я уже говорил. Это будет равновременно лунное затмение, но оно будет действовать больше на каждого человека. А вот как это действует на вас, да, ну, можете у меня заказать годовой соляр, транзит и затмение, чего вас может ожидать. В этом году весеннее равноденствие будет 22 сентября. Солнце переходит в знак весов в 15.43. Ну, и Венера переходит в зодиакальный знак Скорпиона 23 сентября. Поэтому браки еще благоприятны до 23 сентября, а дальше противопоказаны, потому что обычно можно либо обгонить, там, если вы выйдете, там, 23, 24, 25 сентября, либо будет разрушение вашего брака, да, то есть... Вот, и 26 числа Меркурий переходит в знак весов. Прекрасное время, чтобы начать какие-то действительно конструктивные переговоры, в том числе и между Украиной и другими странами, о перемирии на этой войне. Ну, а с другой стороны, прекрасное время для дипломатии и деловых партнеров. Поэтому 26-30 сентября – прекрасное время для деловых партнеров, прекрасного налаживания новых отношений, и вы можете заключать очень хорошие сделки. С другой стороны, Марс в раке, еще раз повторяю, с 4 сентября усиливает эмоции в отношении ваших дел. Это значит, что ко многим делам вы будете относиться более эмоционально, нежели прежде. Поэтому защита Родины, в том числе, будет очень важна. Значит, будут достаточно сильно вовлечены ваши эмоции, значит, эмоциональное вовлечение в процессы и цели очень сильные. Если вам чего-то не хочется делать, даже не начинайте. При Марсе в раке нужно хотеть чего-то эмоционально к этому, как бы, иметь важную стимулу. Если вы ищете работу, то вам будет только на руку положение Меркурия, особенно после 12-го числа. Он начинал уже с 9-го знака Дивы. Главное – четко знать свои цели в работе, подготовить правильное резюме и отправлять поиски. Да, ну, прекрасное вообще время, чтобы брать надежных, классных работников на положение Меркурия в деле. Поэтому, дорогие наши, значит, работодатели, когда вот, если вы набираете какой-то персонал, нужно это делать как раз после 9-го, с 9-го по 26-го сентября. Наберете очень хорошую, неплохую команду. Ну, а какое профессиональное предназначение в вашей жизни, всегда Влад Рос может ответить. Ссылочка под описанием этого видео. Можете заказать, значит, ваше профессиональное предназначение на тайную карту, в том числе она туда входит. Если остальные текущие вопросы можно не откладывать, так как затмение – не повод бросать все дела, только рефлексировать. Наоборот, тут могут дать о себе знать вопросы, которые надо срочно решать. Это важно для развития вашей компании и карьеры. Если вы начинаете новое дело, ищете сотрудников, то помните, что для эффективности всего дела сейчас полезно создавать на работе атмосферу сплоченности и защищенности. Ведь Марс все же в раке. Финансовая тема в этот период будет больше радовать, чем огорчать. Да, намного интереснее сентябрь, чем август, который был на ретроградной Меркурии. Хотя в вашей личной прогностике могут быть свои нюансы, да, но я всегда могу вам прогнозировать. По месяцам, по датам я вам расписываю годовые соляры. Но в целом ситуация на небе для реализации каких-то финансовых планок для всех людей человечества, значит, будет вполне позитивная. Поэтому финансового краха в мире не предвидится. А видите, как только Меркурий стал ретроградной в августе месяце, так я вам и говорил, чуть не рухнул фунтовый и финансовый рынок всего мира. Особенно японский чуть не пострадал. Прям день ретроградности Меркурия, да, 5-го числа чуть-чуть не обрушилась. Ну, у нас солнце имеет очень большую активность на небе, поэтому в годы большой солнечной активности финансового коллапса обычно не случается. Ну, понимаете, все бывает впервые, я уже ничего не удивлюсь. Но если какие-то эпидемии случаются, например, такие, как коронавирус был, да, они случаются в годы самой низкой солнечной активности, как раз в 2020 год. И был годом самой низкой активности, ну, и был искусственно вызван этим самым экономический кризис, да, рухнула экономика, и была масса безработных по всему миру. А поэтому в следующий раз, когда вот нам нужно как бы напрячься, когда вот может нас ждать финансовый кризис, такой самый такой настоящий, пробивной миража 2028 года. Ну, в любом случае, пик солнечной активности снижается сразу после 2026 года, поэтому даже уже 2027, 2028 уже начинают как бы быть под вопросом, да. Ну, и вы же понимаете, дорогие друзья, что в годы восьмерки все чревато. Ну, вспомните, 1998 год, финансовый кризис на азиатских рынках, ну, и в России обвал угля, значит, 2008 год, это вообще финансовый коллаб по всему миру. В 2018 мы проскочили, а вот в 2028 год всякое то может быть. Поэтому можно быть уверен на всяких биткоинах, альткоинах, где-то до 2028 года, а там может быть все что угодно. В плане любовного гороскопа атмосфера в этом месяце, особенно в первую половину, будет располагать к тому, чтобы заняться личной жизнью. Планета отношений венера будет идти по своему знаку с диакомис и прекрасное время для супруга. Люди будут с большей охотой знакомиться, общаться, вступать в отношения. Сейчас в этом месяце будет легче всего найти романтических настоящих партнеров. Ведь Венера в лесах это всегда романтика. Я так и пришел на тайной карте, если Венера в лесах, ну, все, человек всегда еще свою вторую половинку. Ну, да, благоприятное время, чтобы завести в этом месяце лимолетный роман, который, впрочем, обещает оставить вполне приятные впечатления, без обид и взаимных претензий, даже если вы женаты или замужем. В общем, однако следует принять во внимание, что в первой неделе месяца, особенно со второго по седьмого числу, следует быть осторожнее. Венера соединиться с черной луной. И к ним приблизится также и луна. Это время, когда вы можете столкнуться с соблазнами, искушениями. Вас могут провоцировать наличные действия в отношениях. Могут скрыться старые, не зажившие раны. Вы можете иметь разбитые сердца. Ну, и у вас хорошо может какой-то Альфонс или Содержанка кинуть на огромные носовые ущербы денег. Так что не ведитесь, дорогие друзья. В 20-х числах сентября стоит быть осторожнее. В это время Венера будет напряженной и перейдет в знак Скорпиона. Особенно после 23-го числа наступает время страстей, сложных эмоциональных переживаний. Не оставляйте выяснения отношений на этот период. В это время будет сложно понять друг друга. А эмоции могут перекрывать здравый смысл. Поэтому разрушение всякого рода отношений прогнозируют после 23-го числа. Но если вы имеете склонность западать на другого человека в отношениях, в частности, поддаваться зависимости, то в это время для вас особенно опасно. Те, кто умеет держать контроль, адекватно оценивать ситуацию, а также умеет определять, где манипуляция, а неискренность, то вам нечего бояться. Но вы всегда можете при Венере в Скорпионе поддаться влиянию других людей. Очень серьезным образом. В плане поездок, значит, 6-й, 9-е сентября, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, могут быть неприятные, неожиданности, которые сложно предусмотреть в дороге. Поэтому не лучшее время. Поездки, намеченные также на 17-е, 20-е сентября, то есть 17-е, 18-е, 19-е, 20-е, вблизи лунного затмения, могут вообще быть перенесены или аннулированы. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны, не покупайте билеты, особенно на самолеты в это время. Поэтому подбирайте лучше для начала даты путешествия те дни, которые указаны, значит, и сейчас будут сказаны мной. Например, поездки на море к водоемам 10-е, 16-е, 24-е, 26-е, благоприятные. Дома отдыха и санаторий, то и те же самые даты, 10-е, 16-е, 24-е, 26-е. Поездки в горы, например, Карпаты 12-е, 13-е, 14-е, 15-е. Это походы за город, пешком, с рюкзаками 22-е, 23-е. Также и близкие путешествия куда-нибудь на дачу тоже 22-е, 23-е. Семинары, тренинги куда-то, поездки какие-то 5-е, 10-е, 14-е, 15-е, 22-е, 23-е. Деловые поездки 12-е, 13-е, 14-е, 21-е, 22-е, 29-е, 30-е числа. Аттракционы, праздники, поездки в большие города. Какие-то заграничные, да. 1-е, 10-е, 14-е, 15-е, 21-е, 22-е, 27-е, 28-е благоприятные числа. Ну и самые неблагоприятные дни для отъезда. 2-е, 3-е, 4-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 11-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е. Ну и 25-е число тоже не очень благоприятные. Ну и чем опасен сентябрь этого года для вас? Сложные периоды. Это 2-е, 3-е сентября. Сложный новолуние, когда вы можете ощущать упадок, нехваток сил, да, нехватку сил. Вас могут толкать на искушения, измены, да, какие-то, может быть, конфликт с желанием, да. Компенсация – это уборка, расчистка пространства, материального, так и информационного. Выбрасывайте старую мебель, ненужные вещи. Также у нас 16-е, 20-е, сложная полнолуния с затмением. Это период, когда лучше не делать резких движений, не пытаться идти против обстоятельств. В этот период у вас могут быть депрессивные мысли и пессимизм. Однако, несмотря на сложное эмоциональное состояние, будет шанс выплыть, так как у точки затмения есть множество и позитивных аспектов в том числе. Это затмение несет в себе заряд сложных трансформационных процессов, но на многие события вблизи затмений уже повлиять не можете. Итак, что в этом месяце благоприятно делать? Составлять планы, стратегии, четко исследовать, особенно после новолуния. Заниматься скрупулезной работой, которая требует погружения в детали, что прекрасно делать на Меркурии и в Деве, проводить важные деловые переговоры, особенно в конце месяца, искать и структурировать важную информацию, эмоционально вовлекаться в дела Марса, в зеликальном знаке Рака, искать новую работу, прекрасно, и персонал, поднимать новых сотрудников, реализовывать финансовые планы, делать важные покупки, очень хорошо подписывать важные контракты, в том числе и по недвижимости, объединяться в союзы, искать новые деловые партнеры, влюбляться, тоже прекрасное время, выходить замуж, Венера в лесах часто дает довольно-таки благоприятный супружеский союз, но лучше после 23 числа этого не делать. Не рекомендуется начинать серьезные проекты, особенно вблизи затмения, то есть в середине месяца, сопротивляться обстоятельствам вблизи затмения, то есть между 16 и 20 числом, подаваться искушениям и соблазнам, черная луна у нас в начале месяца с Венерой, доверять домыслам, а не фактам, категорически противопоказанным это месяц делать, ну и пытаться форсировать события в бизнесах и делах, пусть все идет своим путем медленно и верно. Ну а с вами был ваш любимый астролог Влад Рос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и заказывайте натальные карты рождения, годовые сельсоляры, всегда к вашим услугам, да, а с вами был ваш покорный слуга Влад Рос. Субтитры создавал DimaTorzok